Глава городского округа Люберцы Владимир Волков провел еженедельное оперативное совещание. Об итогах проделанной работы за прошедшую неделю отчитались у руководителей силовых ведомств и структурных подразделений. Подробности далее. Уважаемые коллеги, доброе утро. Начнем наше совещание. Вопросы миграционной политики. И мы особое внимание уделяем вопросу, связанному с этим направлением. Поэтому, Михаил Владимирович, доложите, как эта работа проводится. В целях контроля соблюдения иностранными граждан миграционного законодательства в городском округе Люберцы создана интерактивная карта с указанием 63 хостелов, 5 гостиниц и 8 мини-отелей для их обследования и проверки. Кроме того, администрации выявляются незаконные хостелы и отели в целях их дальнейшего сноса. В настоящее время подано 8 исковых заявлений, 4 иска уже были удовлетворены до этого и 2 хостела снесено. Кроме того, во взаимодействии с отделом по вопросу миграции еженедельно проводятся рейды по контролю за соблюдением действующего миграционного законодательства. А также актуализируются и направляются в адрес МОМВД России Люберецкая списки так называемых резиновых квартир. В ходе проведенных рейдов в 2024 году решениями Люберецкого городского суда выдворено 680 иностранных граждан. Составлено 871 протокол за нарушение иностранных граждан правил въезда или пребывания на территории Российской Федерации. Следующий доклад о благоустройстве Натальи Николаевны Романцова. Реконструкция Наташинского парка – один из важных вопросов, очень беспокоящий наших населения. Работы этапа 23-24 входят в завершающую стадию. Изначально, как и говорили ранее нашим жителям, в объемы работ на 2024 год не входила дальняя часть парка. Благодаря поддержке Министерства благоустройства Московской области у нас появилась такая возможность для того, чтобы жители уже летом следующего года могли прогуливаться в этом парке комфортно. К работам, совмещая процесс 2024 и 2025 года, мы сейчас уже приступили. Несмотря на то, что период благоустройства у нас подходит к завершению, мы все равно не стоим на месте и хотим сделать дополнительные виды работ. Из-за муниципального бюджета городского округа Люберцы. Что у нас запланировано? Запланировано у нас устройство четырех детских площадок. Одна детская спортивная площадка вместе с коробкой в поселке Мирный. 29 пешеходных коммуникаций, то есть те самые народные тропы и две лестницы. И по многочисленным просьбам жителей две площадки для выгула собак. Также объемный и серьезный вопрос для нашего округа, связанный с дорогами. У нас несколько трасс находятся в стадии реконструкции, строительства. Это такие серьезные федеральные трассы, как М5 Урал, обход Октябрьского. Это Юла, которая реализуется. Это также дублер Егоревского шоссе. Октябрьский проспект. Много улиц, много проспектов, которые ремонтируются и о которых должны знать наши жители. В настоящее время продолжаются работы по первому этапу реконструкции Октябрьского проспекта. Ведутся работы по строительству тротуара на объездной дороге от стадиона Торпеда до улицы Волковская под путепроводом. Также ведутся работы по монтажу перильного ограждения и строительству тротуарной сети вдоль эстокады. Продолжаются строительно-монтажные работы в рамках строительства подземного пешеходного перехода на пересечении улиц Красная и Октябрьского проспекта. Выполняется обустройство лестничных сходов и прилегающих территорий. Ведется внутреннее обустройство подземного перехода, а именно монтаж и наладка инженерных сетей. Ведется подготовка поверхности перекрытия гидроизоляции. Длина нового подземного перехода составит более 93 метров, ширина и высота свыше 4. Планируемые сроки сдачи объекта – 2 квартала 2025 года. Продолжается строительство и реконструкция автомобильной дороги М5 Урава, вход поселка Октябрьский. По состоянию на 1-е 10-е 2024 года заканчиваются строительно-монтажные работы по устройству барьерного ограждения, шумозащитных экранов, установке дорожных знаков и нанесению разметки. Полная готовность объекта составляет 98%. В рамках конституционного соглашения правительства Московской области, подписанного с инвестором ООО «Метк», ведется реализация автомобильной дороги «Дублер» Егоревского шоссе с четырьмя полосами движения. Строительство автодороги запланировано на участке от города Люберца до деревни Кошарева. Общая протяженность составит 36,3 километра. Начало строительства запланировано на начало 2025 года. Планируемый срок завершения строительства – декабрь 2027 года. Реализация «Метк» перенаправит транспортный поток, что позволит разгрузить как Октябрьский проспект, а также сократить время пути в Москву на 30 минут. Коллеги, все вопросы подробно рассмотрели. Будем заканчивать. Всем хорошей рабочей недели. Продолжение следует...